Всем привет! С вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Drift из серии трансформеры The Last Knight, то есть последний рыцарь 2017 года. Образ персонажа был показан именно в этом фильме. Модель выполнена в Deluxe классе. Такой красно-черный трансформер в стилистике самурая. По шильдигу можно понять в какой автомобиль он трансформируется. Так, ну приступим. Модель достаточно подвижная, то есть у него вращается голова, вращаются руки, локоть, поворот, то есть немножко работа с кистью вправо-влево, ноги вперед, вот ноги вперед, да, надо отворачивать из-за стилистики брони. Назад мешает немножко бэкпэк, рюкзак, большая часть автомобиля сложена, верхняя часть автомобиля сложена именно в этом рюкзаке. Кому-то это не нравится, я считаю это приемлемой частью, поскольку это модель трансформера, то есть здесь задача объединить две формы. Образ персонажа, образ трансформера как героя вселенной, образ автомобиля как оригинальная модель и механику. Так, он идет в комплекте с четырьмя клинками, два из которых длинные, два коротких длинные, можно брать в руки, они выполнены вот таким вот образом. Достаточно интересная стилистика, а-ля кибертронские клинки. Старые находятся за спиной в специальном пазе, их можно отсоединять и точно также брать в руки. Можно сказать, что это катана, а это, например, танто. Хорошо, теперь трансформация. Трансформация на него интересная, но несложная. Начинаем с ног, в принципе, все, ноги странсформированы. Далее руки, подготавливаем панель, подготавливаем панель, сводим вместе плечи и заводим руки вот сюда. У нас вот так вот заходит и с этой стороны также. стыкуем. Да, чуть-чуть подгибаем, вот так вот. Выравниваем панель, чтобы изгиб был ровный. Поднимаем эту часть. Клинки малую можно оставить здесь. Эту часть поворачиваем, эту часть отгибаем и смыкаем спиридом. назад точно также. И стыкуем. Голова, скажем так, элемент шлема встает вот здесь. И эти клинки достаточно хорошо ставятся вот сюда. Они плотно входят в паз. Если они не деформированы, то они не выступают. Вот здесь они немножко у меня уже деформируются. Это мягкий пластик, почти силикон, но не совсем силикон. Все. Спортивный автомобиль Mercedes SLS готов. Можно сказать, достаточно интересная модель. Трансформеры реализованы совместно с достаточно фишенебельным транспортным средством. Так, ну и в качестве модели автомобиля, он действительно может спокойно ездить. Очень красиво реализованы колеса. То есть, красные диски и черный оборот колеса. Колесо покрашенное, то есть, основа детали именно красный цвет пластика. Но вместе выглядит очень даже хорошо. Давайте в обратную сторону. Сейчас достаточно сложно доставать меч, они хорошо и плотно садятся. Далее, отцепляем багажник, поднимаем сюда. Чуть удобнее начать с боковой панели, освобождая тем самым доступ к этому элементу. Сюда, поворачиваем. И заводим сюда. Клинки можно сразу поставить вперед, к верху, чтобы они смотрели. Руки выводим. Плечи открываем. Плечевую броню подготавливаем. Вот, в принципе, весь трансформер перед вашим вниманием. Интересная трансформация. Хорошая реализация образа персонажа из фильма. И достаточно точное воплощение модели автомобиля. В принципе, конструкторы постарались. Компания Hasbro и Takara Tomy были в ударе. Все. На этом, в принципе, готов завершать обзор. Подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки. Приезжайте в музей. Всем до скорых встреч.